Хочу посоветовать вам молодой канал со страшными историями – Foric World. Автор этого молодого канала пишет истории самостоятельно и озвучивает их очень приятным голосом. Атмосфера в роликах подогревается качественными звуковыми эффектами, музыкой и картинками. Рекомендую подписаться на канал Foric World и насладиться авторским контентом. Дело было в конце 80-х. Мама Ани работала в каком-то архитектурном бюро. Не буду врать, как оно правильно называлось, да это и не важно. В общем, они занимались реставрацией памятников архитектуры. Старшая сестра Ани Маша была профессиональным художником-реставратором. Работала большей частью в храмах и монастырях. Мать с дочерми разъезжали по всей стране, по самым различным уголкам нашей необъятной родины. То церковь во Владимирской области реставрируют, то собор в Суздале. Анюта, совсем ещё маленькая, при маме старшей сестре всегда под присмотром, всегда в безопасности. Скажу, что семья эта хоть и занималась благороднейшим делом, но особо верующей не была. На тот момент. И вот однажды занесло их в забытое богоместо где-то на Смоленщине. Уже на границе с Белоруссией. Старая, еле живая деревенька. Одна центральная улочка, да десяток домов. Лес, речка и огромный ров. Вроде как там раньше Днепр протекал, да пересох. Была там и маленькая церквушка начала 17 века. Старинные, потемневшие от времени иконы, а восковые свечи, источающие неописуемый аромат. Маша с мамой целыми днями проводила в церкви за работой. Маленькая Аня, уже довольно самостоятельная девочка, гуляла вольно по деревне в окружении пасущихся кос и дворовых собак. Поселили приезжих на окраине, в доме председателя. И как-то странно, вроде в шутку предупредили. После захода солнца не шляйтесь по деревне и дитё одно не пущайте. Семья городская в предрассудки не верит. Но после первого рабочего дня, возвращаясь домой, женщины обратили внимание, что с появлением сумерек деревня будто вымирала. Ставни плотно закрыты, на калитках засовы, ни одной живой души. Только дворовые собаки поскуливают в своих будках. Местные оказались ни слова охотливы и не распространялись особо о причинах комендантского часа. Жизнь, мол, деревенская. Рано ложимся, рано встаём. Но жена председателя, очень милая и сердобольная женщина, так прикипела к анюте, что без лишних разговоров, с заходом солнца сама запирала непоследливого ребёнка дома. Мама с Машей часто встречали девочку зарёванную и жалующиеся, что гулять не дают, дома запирают. Всё ради её блага. Нечего малышу такому по деревне в темноте шататься. Оправдывалась председательница. Но, повторюсь, непосильдивая, Анька орала и требовала свободы. В результате чего мать сдалась и запретила запирать её дома. Пусть гуляет рядышком до нашего возвращения. Реставрационные работы были в самом разгаре. И вот однажды женщины возвращались домой уже совсем поздно. В деревне тишина, темнота. Хоть глаз выколи. И на завалинке Ани не видно. Не было её и дома. Бросились искать. Прошерстили всю деревню вдоль и поперёк. Безрезультатно. Растолкали председателя. Притащили фонари и пошли по домам. Открывали неохотно. Пожимали плечами. И как-то обречённо отводили глаза. Сами виноваты. Сказано было не пущать ребёнка по темноте шастать. «Да в чём же дело?» Возмолилась мать. «Что происходит? Чего вы боитесь?» «Ищите в овраге». Всё, что удалось узнать у местных перепуганным женщинам. Побежали к оврагу. Собралось человек десять. Мужики с вилами, как полагается. И фонарями. Но у края оврага все остановились. «Дай же сами. Дитё ваше, дело ваше». Не надо объяснять шоковое состояние матери Анюты. Взрослые деревенские мужики отказались спускаться во враг. Что же там на дне? И что с ребёнком, если он там? Мать Анюты вместе со старшей дочерью бросились с ней сквозь бурелом. Почти на ощупь, поскольку в полной темноте. Кричали, светили тоненькими лучами фонариков, чей свет безнадёжно проглатывала абсолютная темнота. Уже на полпути снизу раздалось приглушённое шипение. Будто десяток кошек разом вздыбились и произвели эту страшную какофонию. Маша первая достигла дна. Она встала, как вкопанная, и в ужасе закричала. Картина, которая ей открылась, поризовала её. Голос сорвался, и она потеряла сознание. Ма девочек бросилась вперёд и, наконец, увидела свою пропавшую дочь. Лунный свет слегка отражался от маленького ручейка на дне врага. Но этого света было достаточно, чтобы осветить две фигуры примерно одного роста. Аня тихо и медленно шла, ведомая за руку низеньким сгробенным существом, с длинными руками и крывыми ногами. Существо опасливо озиралось и шипело. Глаза светились, как у кота, а длинные пальцы на руках заканчивались острыми когтями. А в лунном свете кожа существа отливала голубоватым цветом, с небольшими тёмными прожилками и пятнами по всему телу. Девочка двигалась, не оказывая видимого сопротивления. Глаза её были закрыты. С криком мать бросилась к ребёнку и, схватив Анюту за руку, потянула на себя. Существо оскалилось, обнажив острые короткие зубы. Зашипело с новой силой, но девочку не отпустило. Завязалась борьба. Мать тянула ребёнка на себя. А существо, чья сила явно уступала яростному напору разъярённой матери, пятилось, скользило на глинистом дну и цепко держало несчастного ребёнка. Сверкая глазами и клацая челюстями, существо перешло на рык и схватило Анюту уже двумя лапами. Наконец мать увидела, куда именно существо тащит свою добычу. На противоположной стороне высохшей реки, в зарослях, виднелась старая кирпичная кладка. В ней темнела нора. Из последних сил мать сдёрнула дочь на себя, и существо наконец оцепилось. Как только девочка оказалась в руках матери, она издала протяжный стон и осела на землю. Тут подоспела пришедшая в себя Маша. Они с матерью схватили ребёнка и бросились вверх прочь из-за врага. Существо внизу продолжало шипеть и скулить. Оно то подбегало ближе, то боязливо отступало. Мать громко звала на помощь. И, видимо, эти крики и близость людей отпугивали тварь. В конце концов, ещё немного покрутившись на дне, оно скрылось в зарослях у кирпичной кладки. Наверху женщины обессиленного ребёнка приняли местные. В полной тишине они проводили мать с дочерьми к дому приседателя, и, как ни в чём не бывало, разбрелись по домам. В освященной комнате Анюта наконец пришла в себя. Она тихонько вслипывала и жаловалась на дурной сон. Рука девочки, та самая, за которую держалось существо, была вся в крови. Глубокие порезы воспалились и жутко болели. Всю ночь Аня провела в бреду. Раны промыли и перевязали. Только на заре она заснула. Жена приседателя потихоньку от мужа рассказала, что раньше частенько по ночам из деревни пропадали животные. Их обклоненные трупы находили на дне врага. А когда пропал малолетний сын местного пинчушки, все сговорились и за ходом солнца стали запирать двери и окна домов до рассвета. Мальчика так и не нашли. По большей части его и не искали. Деревенские наотрез отказывались спускаться во враг. А убитый горем отец просидел всю ночь на краю, так и не решившийся идти один. Говорят, что услышав ночью шипение во дворе дома, можно сквозь ставни разглядеть маленькое неуклюжее существо, шатающееся по деревне в бесплодных попытках найти пропитание. Оно гуляет всю ночь по дворам. Заглядывает в собачьи будки и гонимая воем и лаем перепуганных животных утром исчезает во враге. Шрамы на руке Ани видела своими глазами. Название местности не помню. Слышала эту историю, когда сама ещё в школе училась. Слышала эту историю, когда сама ещё в школе училась.